Девушки отдыхают Это и многое другое смотрите прямо сейчас Главным событием минувшей недели, без сомнения, стало объявление претендентов на премию «Оскар», церемония вручения наград которой состоится в ночь на 25 февраля. Больше всего номинаций, по 10 штук каждая, получили две картины – трагикомедия Йорго Салантимаса «Фаворитка» и драма мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Феномен ленты Куарона состоит еще и в том, что этот фильм снят на мексиканском языке. Таким образом, «Рома» стала первой столь популярной среди академиков лентой со времен фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», который также получил 10 номинаций в далеком 2001 году. Сразу в нескольких основных категориях представлены такие лидеры недавнего проката, как биографическая лента о группе «Куин», «Богемская рапсодия» и режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась». Несколько наград сможет получить биографическая лента «Власть», в которой Кристиан Бэйл сыграл роль Дика Чейни, а Сэм Рокуэлл – Джорджа Буша-младшего. Скрытыми фаворитами «Оскаровской гонки» являются такие авторские ленты, как «Зеленая книга» Питера Форелли, а также «Черный клановец» Спайка Ли. Также в девятку претендентов на главный приз впервые попал кинокомикс. Речь идет о нашумевшей картине «Черная пантера». Довольно непредсказуемо выглядит и номинация на лучший анимационный фильм. Там конкурировать друг с другом будут картина от Pixar, «Суперсемейка 2», диснеевский «Ральф против интернета», комикс-лента «Человек-паук через вселенные» и очередной шедевр Уэса Андерсона «Остров собак». Перейдем к новинкам недели. Самой ожидаемой премьерой этого уикенда станет новая эксцентричная трагикомедия Йорга Салантимаса под названием «Паворитка». В этой ленте рассказывается история родом из Англии начала 18 века. Главными героинями картины являются «Безумная королева» Анна Стюарт, ее подруга леди Сара Черчилль, а также новая дворцовая фаворитка Абигейл Хилл. Синопсис ленты напоминает традиционные исторические драмы, однако зная творческий стиль греческого режиссера Йорга Салантимаса, можно предположить, что фаворитка преподнесет не один сюрприз своим зрителям. Йоргас Салантимас получил широкую известность в 2015 году, после того, как снял очень странную антиутопию «Лобстер» с Колином Фарреллом и Рэйчел Вайс в главных ролях. Эта лента была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший сценарий», который, к слову, режиссер написал самостоятельно. Позапрошлом году Лантимас с картиной «Убийство священного оленя» стал одним из ярких участников Каннского кинофестиваля. Ну а лента «Фаворитка» на данный момент претендует на 10 премий «Оскар», в том числе и в нескольких актерских номинациях. Ведь главные роли в фильме сыграли такие звезды, как Оливия Олман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Соперничать с «Фавориткой» за внимание широких зрительских масс на этой неделе будет американская биографическая драма «Белый парень Рик», в которой рассказывается история 14-летнего парня Рика Верша, одного из самых молодых осведомителей в истории ФБР. Чтобы спасти своего отца от тюрьмы, Рику предстоит внедриться в наркокартель и стать там одним из наркодилеров. В главной роли в этой картине снялся молодой дебютант большого кино Ричи Мерит. А вот компанию ему составили такие звезды Голливуда, как Мэтью МакКонахи и Дженнифер Джейсон Ли. На прошлой неделе свои юбилеи отпраздновали сразу трое известных кинематографистов, популярных среди отечественных любителей кино. В прошлую пятницу 30 лет исполнилось российскому актеру Александру Петрову. В понедельник свое 60-летие отпраздновал режиссер Фрэм Дарабон. И, наконец, в минувшую среду 45-летие отметил Кристиан Бэйл. Петров Александр Андреевич родился 25 января 1989 года в городе Переславль-Залесский и с раннего детства начал увлекаться актерским искусством. Когда молодой Александр на мастер-классах познакомился с видным театральным деятелем Леонидом Хейфетсом, он решил оставить экономический факультет своего вуза и поступил в ГИТИС, во время учебы в котором начал играть на сцене, на телевидении и в кино. Отечественным любителем кинематографа 30-летний юбиляр Александр Петров известен по таким работам, как «Метод», «Полицейский срублевки», «Притяжение», «Гоголь», «Лед», «Спарта», «Т-34», «Звоните Ди Каприо» и многим другим. Американский режиссер Фрэнк Дарабон получил широкую мировую славу в 90-х после того, как одну за другой снял две культовые экранизации произведений Стивена Кинга «Побег из Шаушенка» и «Зеленая миля». До этого он был известен лишь узкому кругу любителей кино в качестве сценариста таких фильмов ужасов, как «Кошмар на улице Вязов 3», «Капля», «Муха 2» и «Франкенштейн». Впоследствии Дарабон снял еще несколько хитов, трагикомедию «Можестик» с Джимом Керри в главной роли и еще одну экранизацию Кинга под названием «Мгла». Также Дарабонд создал такой популярный телесериал, как «Ходячие мертвецы», над которым 60-летний юбиляр продолжает работать и по сей день. Кристиан Бейл родился 30 января 1974 года в валийском городе Пембр-Укшир. Свою актерскую карьеру Бейл начал очень рано. Уже в 10 лет он играл на одной театральной сцене с Роуэном Аткинсоном, а в возрасте 13 лет дебютировал в кино в ленте «Мио, мой мио». Вскоре он прославился на весь мир, снявшись в картине Стивена Спилберга «Империя солнца» и с тех пор стабильно занимает место среди самых востребованных актеров Голливуда. За минувшие 30 лет Кристиан Бейл снялся в десятках заметных фильмов, среди которых можно выделить такие картины, как «Американский психопат», «Эквилибриум», «Машинист», трилогию «Темный рыцарь», «Престиж», «Терминатор да придет спаситель», «Боец», «Исход царей и боги», «Власть» и многие-многие другие. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Это интересно» мы поговорим о таком писателе, как Кадзуо Исигура, редком представителе нобелевских лауреатов по литературе, родившихся в Японии. Речь пойдет об одной из самых известных его книг под названием «Не отпускай меня», а также об ее одноименной экранизации. Кадзуо Исигура родился 8 ноября 1954 года в японском городе Нагасаки в семье знаменитого японского океанографа Сидзуо Исигура. Когда Кадзуо было всего 6 лет, его семья эмигрировала в Великобританию, где он живет и по сей день. С ранней юности Кадзуо связал свою жизнь с английским языком. Он учился в грамматической гимназии графства Сурей, стал бакалавром Кентского университета в области английского языка и философии, а также мечтал о карьере музыканта, сочинял песни и даже стал соавтором текстов американской джазовой певицы Стейси Кент. В возрасте 27 лет Кадзуо начал свою писательскую карьеру, опубликовав в журнале несколько своих рассказов. Первые романы Исигура, которые назывались «Там, где в дымке холмы», «Художник зыбкого мира» и «Остаток дня» принесли писателю мировую известность и множество престижных премий. Впоследствии он написал еще шесть романов, а в 2017 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Книга «Не отпускай меня» была написана в 2005 году. В ней рассказывается драматическая и местами фантастическая история о трех молодых людях по имени Кэти, Томми и Рут, которые выросли в одном интернате и которых связывают непростые отношения и своеобразный любовный треугольник. Заведение, в котором они выросли, не является простой школой для сирот, а прошлое трех друзей окутано страшной тайной. Книгой «Не отпускай меня» Кадзуо Исигура ввел в ступор всех маститых литературных критиков, которые долго не могли определиться, к какому жанру можно причислить этот роман. Звучали такие предложения, как квазинаучная фантастика, сай-фай-триллер или даже фантастический хоррор. Эта неразбериха не помешала Исигура получить несколько номинаций на различные престижные литературные премии. Журнал «Тайм» и вовсе внес «Не отпускай меня» в список 100 лучших английских романов в период с 1923 по 2005 год. Идея снять фильм по этому роману принадлежит Алексу Гарланду, автору книги «Пляж». Сценаристу таких фильмов, как «28 дней спустя» и «Пекло», а также «Большому другу» Кадзо Исигура. Гарланд написал первый вариант сценария фильма «Не отпускай меня» еще до выхода романа на прилавке. Однако процесс подготовки к съемкам и поиск актеров несколько затянулся, из-за чего проект был запущен в производство только в 2009, спустя 4 года после публикации книги. На пост режиссера был приглашен американский постановщик Марк Романек, известный по картине «Фото на час» с Робином Уильямсом, а также по многочисленным видеоклипам «Мадонны» Майкла Джексона, «Найн-Ич Нейлз» и других популярных исполнителей. Марк Романек достаточно долго не мог подобрать актеров на главные роли. Особенно сложно было отыскать актрису, которая могла бы сыграть рассказчицу и главную героиню фильма по имени Кетти. После выхода фильма Романек рассказывал, что однажды вечером получил смс-сообщение от Питера Риса, главы студии Fox Searchlight, в котором было написано «Попробуй гениальную Маллиган». Позже, когда Романек поинтересовался у Риса, почему сообщение было таким коротким, выяснилось, что продюсер находился на просмотре ленты «Воспитание чувств». Скэри Маллиган в главной роли и решил написать смс, еще не досмотрев картину до конца. После этого Романек достаточно быстро нашел Эндрю Гарфилда на роль Томми, а роль Рут исполнила Кира Найтли, которую пригласила в проект ее подруга Керри Маллиган. Автор романа «Кадзуо Исигура» присутствовал на премьере фильма «Не отпускай меня», когда ему выпала честь открывать 54-й лондонский фестиваль кино. Исигура остался в восторге от картины и признался, что для него огромная честь, что его проза легла в основу такой блестящей ленты. Были довольны и кинокритики. Лента получила преимущественно положительные оценки и была номинирована на 5 премий «Сатурн». Единственной ложкой дегтя стали кассовые сборы картины. В прокате фильм «Не отпускай меня» все-таки провалился. На сегодня это все. Смотрите кино. Пока.